Взыскание долгов по арендной плате за пользование землей и муниципальным имуществом стало темой очередного совещания с главами администрации муниципальных районов и городских округов. Немалый доход поступает в республиканский бюджет в ходе народной инвентаризации. В течение двух лет было выявлено и оформлено 1117 земельных участков. Еще 486 остаются пока вне правового поля. Основная наша задача, конечно же, навести порядок и, соответственно, получить доходы от того, что мы эти невостребованные земельные доли регистрируем. От освоения невостребованных земельных долей мы получили с вами 45 миллионов рублей. Это реальные доходы, которые мы с вами имеем. Но этот показатель, если в целом по республике говорить, всего лишь 37%. Здесь еще большой пласт работы. На сегодняшний день долги по арендной плате за пользование землей и муниципальным имуществом в республике составили более 392 миллионов рублей. Возглавляют список должников города Чебоксары, Новочебоксарск и Канаш. Сумма немалая. Тем не менее, необходимо искать способы решения этой проблемы всеми возможными способами. Нужно внедрять практику расторжения договоров, имеющих задолженность по аренде. В Цивильском районе они отработали именно в таком ракурсе, что помимо взыскания задолженности, они отработали вопрос по расторжению договоров. Второй пласт в этой работе – это ваше право выходить с исками о признании таких арендаторов банкротами. Вот, к сожалению, в этом ракурсе нам нужно подтянуться. Это, по-другому говоря, народное добро. Когда мы это открыто будем говорить, выявлять сами внутри, соответственно, наводить порядок, авторитет у власти всегда будет выше.